Белорусские государственные СМИ часто говорят, что мы нацисты, звери, наемники. Парень, расскажите просто, как вообще вы попали в плен? Вот расскажи, дружище, как это попало в плен? Ну, ребята, сотрудники ВСУ выполняли задачи свои, возложенные на них. И при занятии своих рубежей предоставили такую возможность выйти из блиндажа, сдать оружие и встаться в плен добровольно. Вот, ну, выполнив требования, выдвинутые нам, ну, как сказать, получили... Получили, ну, добросовестное отношение как к военнопленным в военное время. То есть, никто не бежал, ничего. Ну, не кормили, что-то, да? Вон, полно еды. Ну, не полно, но что у нас, то и у них. Давайте, чтобы потом там наша пропаганда не сказала, что мы тут нашли каких-то местных людей и переодели их, как настоящие, как там каратели. А скажите, ну, кто вы, ФИО, и часть, откуда вы родом, и ППД части? Я служу в Кореновске, в вертолетном полку Мажара Николай Валерьевич. Полная фамилия, имя, имя, отчество. 26 лет. Вы родом откуда ты? Вообще, родился в Грузии, родители живут в Приморско-Ахтарске, а служу в Кореновске. Ты, Груз? Я Чурнец Владимир Валерьевич, родом в Приморско-Ахтарске, в Приморско-Ахтарске района. Служу там, в Росковой части 55-387. Смирнов Дмитрий Дмитриевич, родом в Каневской станице, Каневская, Краснодарский край, служу в части 03-007. Я бы хотел обратиться все-таки еще ко всем военнослужащим Российской Федерации, которые сегодня находятся в роли оккупанта на украинской земле, на белорусской земле, в роли оккупанта. То, что белорусская власть, которая по факту есть диктатором, который захватил режим, установил режим диктаторский в Беларуси, завел вас, это не делает вас там гостями. Вы оккупанты на украинской и белорусской земле. И умирать за идеи старого пляшевого деда в Кремле, но это не самый лучший вариант для вас. Я думаю, не для этого вас растили родители. Если вы знаете, что на фронте перед вами стоят белорусские добровольцы, я считаю, что самым правильным решением для вас, это будет сохранить жизнь и сдаться для дальнейшего обмена. Да, ребят, можете всегда приходить к нам в гости, напоим, накормим, домой, правильно. Поменяем на своих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!